Господин Аштравич, сегодня Светлану Тихановскую принимают на самом высоком уровне. Ее выступление слышали уже в ПАСЭ в ООН. Она приглашена сюда, в Европейский парламент. Ее принимают как президента, хотя она не президент, по крайней мере пока еще. Кто она для вас? Знаешь, Александр, это для меня не вызывает никаких сомнений, что Светлана является президентом, которого выбрали люди. Она президент избран людьми. И, по-моему, это правильное определение, потому что протоколов как и нет, и мы им не доверяем, ни подсчетам, ни организации выборам. Но, знаешь, то настроение, та эмоция, которая на улицах уже весь месяц после выборов, только доказывает, что люди голосовали за нее. Они же знают, кого они выбирали в бюллетене. И вот это, по-моему, такое настроение и такая, я бы сказал бы, политическая реальность, она справедлива. Я называю Светлану Тихановскую как президент, людьми избран президент. Вы наблюдали за картинками из Беларуси, то, что происходит, тот ужас, который сегодня творится на улицах. Какие были ваши чисто человеческие эмоции? Знаете, во-первых, я всегда как бы восхищался и восхищаюсь теми людьми, которые вот уже четвертая неделя продолжают выходить на митинги и высказывают свое мнение. Это нелегко, потому что как бы таких сдвигов в общественной жизни, в политической жизни еще не заметишь. Режим держится, Лукашенко меняет автомат на автомат, все больше вооружен и так далее. Его силовики еще стоят, и, кстати, жестокость только нарастает. И новые методы, вот без опознавательных знаков появились человечки на улицах. Но все-таки люди, по-моему, они уже настолько доведены до предела, когда воронье, насилие, такая безнаказанность, что я начальник, ты дурак, я извиняюсь, вот так вот в таком выражении, вот такое отношение к ним их просто возбудило. И, зная, сколько попыток было раньше это делать, но люди как-то расходились, теперь я вижу все-таки совсем другую, качественно другую ситуацию, которая, по-моему, ведет, я бы сказал бы, к кардинальным изменениям. А как вы оцениваете позицию Евросоюза по событиям Беларуси, насколько она адекватна сегодня? Мне трудно говорить позитивно о позиции Евросоюза, хотя самые первые высказывания были частично правы. Евросоюз сказал, что выборы не легитимны, что надо прекратить насилие, значит, освободить тех заключенных политических и так далее. Но три недели, понадобились три недели, чтобы господин Боррель в конце концов сказал бы, что новые выборы должны быть организованы. Это неумение услышать людей на улице, то, что люди постоянно повторяют, говорят и так далее. У нас же делегация в Минске, я знаю, они посылают информацию, они передают эту эмоцию и настроение, и все те слова, которые высказываются демонстрантами. Так почему три недели понадобилось для того, чтобы подтвердить это мнение, людское мнение? Второе. То, что я слышу теперь про санкции, что Александр Лукашенко, опять же, по каким-то причинам, как бы надо проводить диалог. Какой диалог? Какой диалог с Мадуром? Какой диалог? Может быть, с Макеем, ну, скажем, может быть, канал открытый. Но мы тоже знаем, кого он представляет, да? Не надо никаких дополнительных объяснений. Я слышу, что он не будет в списке, но это провал. Это провал. Это еще раз доказывает, что политика Евросоюза по отношению к Беларуси является, я бы сказал бы, таком, каким ведет только к плохим результатам. И вот поэтому, я думаю, что отдать долг и со стороны Евросоюза, Беларуси, исправить те ошибки, которые делали с десятилетиями, надеясь на что-то, ожидая чего-то, предлагая что-то за ничто. Вот мы имеем шанс. Используем ли мы этот шанс исправить наши политические ошибки, которые складываются уже десятилетиями? Я не знаю. Но я сделаю лично сам и знаю, что есть и в Европарламенте много моих коллег, которые понимают ситуацию. Мы стараемся делать определенные действия. Мы сделаем все. Но будет ли это достаточно? Увидим. Вы критически высказались про диалог, который предлагает Лукашенко. Мне кажется, он просто тянет время, пытается дождаться снижения интенсивности протестов. Как вам это видеть? Знаете, он не только, как говорится, очень профессионально этот раскручивает концепцию диалога, предложил даже дискуссию о изменении Конституции. Но мы это же знаем. Затянуть в постель, а там уже, кто из нее выйдет первым, кто вторым. И когда это все произойдет, неясно. По-моему, это очень опасно. Не надо себя обманывать, что этот диалог ведет куда-то. Это же, как говорится, такие уроки, которые надо выучить из прошлого. Это просто, я бы сказал бы, такие ситуации, созданные КГБ и теми, я бы сказал бы, политическими силами, которые стоят и за Лукашенко, которые хотят, чтобы что-то косметически изменилось. Сейчас одна буква упала бы, но все предложение осталось бы на экране. То есть, я думаю, что это была бы огромная, огромнейшая ошибка со стороны тех, которые желают изменения. И это была бы опять остановка на многие годы. Вы здесь, в Европарламенте, видите с нами таким одним из самых активных сторонников перемен в Беларуси, демократии, свободы. Вы пытались 9 августа попасть в Беларусь, но вам Белавия сообщила, как вы сказали мне, что ваш билет отменен. Вы пишете письма руководству Евросоюза. Кстати, вот недавно вы за всем недавно отправили последнее, о чем оно, кстати, было. Откуда у вас столько энергии и что вы сегодня хотите, в чем убедить руководство Евросоюза? Александр, я вам скажу откровенно. На своей личной жизни, на жизни моих детей, я знаю, что такие перемены к лучшему. Мы же, как говорится, из той самой развальной империи. На окраине, на западной окраине Литва, Беларусь, Украина, Латвия. Все, как говорится, из того лагеря. Но за 30 лет мы сделали многое. Мы изменили свою жизнь, мы изменили лицо своей страны, мы стали демократией. Да, у нас еще есть, как говорится, то, что исправлять, идти вперед. Мы это знаем, мы об этом спорим. На это и выборы, на это и изменения властей и так далее. Но у нас власть изменяется каждые 4 года. И кто-то может быть, знаешь, не рад результатам выборов, но они принимаются, потому что, знаешь, можно пересчитать протоколы. И там может быть, знаешь, 0, 0, 0, 10 или сотня, не сойдет что-то такое. Но чтобы было бы так, 80, 20 или в одну, или в другую сторону, но никогда этого не услышишь. То есть я вижу это на своей жизни. Я знаю, что белорусы такие же люди, которые должны иметь эту возможность. И для меня слышать вот эту всю, знаешь, демагогию, это такое вранье постоянно десятилетиями со стороны, что белорусы какой-то отличный народ, вот что-то у них должно быть по-другому, что история считается от 41 года до 22 июня. Смех берет. Но это демагогия, это имперские игры, понимаешь? Это имперские игры. Хотят вас еще держать как бы вот такими рабами. Рабами одного колхозника. И я думаю, что это моя должность, как бы, помочь, сказать, рассказать, протянуть руку, дружескую руку, потому что я не думаю, что ошибаются люди. Нет, ошибается руководство. И Беларусь не является каким-то, знаешь, забытым или государством без будущего. Это руководство без будущего. Так что мы же соседи, в конце концов. Моя родня, вот, из части, как бы, родни из Игнолинского района. А там глубокое. А там есть какие-то связи. Так что это очень серьезно. И, знаешь, я буду, и главное, у меня много еще коллег, которые понимают все это, разделяют все это. А наше последнее письмо было о том, чтобы бывший президент Лукашенко был бы тоже включен в списки санкционированных лиц. И ему было бы очень трудно попасть, скажем, там, где, может быть, его счета, какие-нибудь там, знаешь, чемоданы стоят в каких-то комнатах и так далее. А это придет все. Я думаю, что придет время, когда мы все это узнаем. Спасибо вам за ваше слово. Бывший, во-первых. Во-вторых, вы уже частично ответили на мой следующий вопрос. Как опыт Литвы может пригодиться в борьбе за свободу и независимость? Пригодится сегодня Беларусь, если коротко. Во-первых, я бы сказал бы, теперь для меня главное три слова. Это солидарность, помощь и санкции. Потому что это неизбежно связано между собой. Так вот, это солидарность, которую мы должны показывать тем людям, которые хотят перемен, до конца довести вот этот процесс, переходной процесс и подойти к новым выборам в обязательном порядке, не опаздывая к этому. Это очень важно, но людей надо поддерживать. Они должны слышать из-за границы, что вы правы. Потому что, знаешь, они одно утро встанут, может быть, мы что-то не так делаем. Все правильно делается. Люди имеют очень хорошую настоящую эмоцию. Они правы. Так что, вот, поддерживать это настроение людей, говорить, что они хотят и совсем обоснованно хотят другого будущего. Другого будущего для своих детей, для своей страны. Это очень правильно. И идти к этому, вот, продвигаться, подсказывать, как это можно сделать, рассказывать свой опыт. Может быть, за 30 лет это все забылось. Но мы еще имеем всю генерацию политиков, которые все это делали. Поэтому, я думаю, что Литва и другие страны всегда будут на стороне вот тех, которые будут консультировать. Решения должны делаться белорусами. Это без никаких вопросов. Но мы можем передавать свой хороший опыт. И мы желаем только хорошего. Мы хотим видеть Беларусь процветающим, демократическим, развивающимся государством. Где люди имеют свои права. И они знают, что один руководитель, будь то председатель колхоза или президент, не может решать их судьбами. Они решают судьбами этих руководителей. Поэтому, я думаю, что и экономическое сотрудничество, которое имеет огромнейший потенциал, огромнейший потенциал. Но Беларуси надо открыть свою экономику, сделать ее полностью готовой к такому сотрудничеству. И рынок, и стратегическое место, я думаю, подсказывает сами о себе, что это может иметь очень хорошее влияние и на судьбы белорусов, и на судьбы литовцев. Потому что мы тоже заинтересованы развитием и, скажем так, экономических связей, транзита и так далее. Это же, как говорится, нормальная жизнь. Так что, во-первых, политические перемены, а потом мы сядем за стол и будем переговорить. Вот, кстати, о транзите. Буквально вчера слышал заявление Лукашенко, который сказал, что вот он возмущен санкциями Литвы против Беларуси. И дал поручение правительству разработать планы обхода Литвы, товарных потоков в Беларуси, тем самым наказать Литовскую республику. Как вы относитесь к таким угрозам? Ну, такие угрозы мы слышим уже не первый раз. Я, кстати, их принимаю серьезно. Это может произойти, кстати. Даже за счет каких-то убытков на стороне Белкалия и так далее, они могут, я бы сказал бы, ну, наверное, несколько месяцев, полгода. Но на долгий период времени это огромные потери. Это огромные потери. Теперь транзит отработан. Идеально. Все знают, что будет сделано, когда сделано, кто ответственен. Хорошие тарифы, конкурентные тарифы, которые позволяют продавать потом калий на внешних рынках и так далее. Это все важно. Это же не только о транзите, это о окончательной цене, сколько будет стоить тона этого продукта на внешнем рынке. Поэтому я принимаю ее серьезно. Он может остановить это. Это же административно управляемая система. Мы все это знаем. Не экономически, а административно. Но я думаю, что с теми изменениями, которые неизбежно произойдут в Беларуси, мы вернемся к нормальным экономическим переговорам, здравым смыслом. Сядем за стол и договоримся. И обе стороны, то есть и белорусская, и литовская сторона будут иметь это выгоду. И я думаю, зная наши хорошие исторические отношения, мы знаем, как договориться и без самых высоких руководителей. Так называемых. Мы недавно были в Клайпиде, видели целый состав Беларускалия на вокзале. Так что мы надеемся, что он там будет продолжать стоять. Я постоянно, Александр, вижу, потому что там, где я имею дачу, постоянно идут эти составы. Так что могу даже номера этих вагонов вам пересылать. Очень важный военный аспект. Недавно министр иностранных дел Литвы Ленос-Ленкевич заявил, что военные действия режима Александра Лукашенко, именно подчеркиваю, режима Лукашенко, а не Беларуси, против Литвы были бы безумием. Но подчеркнул, что такая вероятность существует. Я лично не представляю себе, Литва, это же не просто Литва, это член большой военной семьи НАТО. Как это вообще возможно? По-моему, это результат деспирации и попытка все-таки, как Александр Лукашенко бегал с автоматом, так он поднял военный состав вооруженных сил Беларуси и послал в западный угол около Гродно. Знаю, там большой полигон есть и так далее. Но нужно ли это? Не напугает, он же должен знать. Но не напугает. Литва является членом НАТО, а это основа коллективной обороны. То есть он имеет дело не только с Литвой. Те умы, так называемые, которые вот даже посылают такие вести в общество о каком-то тут напряжении. Нет никакого напряжения. В Литве не было, значит, какой-то особенной военной подготовки или какого-то статуса в этом. Мы наблюдаем, конечно, мы наблюдаем, потому что провокации могут случиться. О том говорил Линкявичус, по-моему, он это имел в виду. Но понять, что ответ будет серьезный, он должен теперь это понять. И не вводить в заблуждение даже военных или общества, что вот попугаями и так. Нет. Для этого мы и создавали свои вооруженные силы, для этого мы вступали в НАТО, чтобы мы жили бы спокойно. Первыми не выстрелим, но ответим, если это будет. И ответ может быть разнообразный. Поэтому он должен понимать, что он уже только говоря об этом, он как бы сжег все мосты. С таким, я бы сказал бы, психическим настроением, с такой психикой управлять страной невозможно. Это еще одно доказательство, что Лукашенко уходи. Недавно видел такой плакат в Минске, Александр, срочно свяжись с реальностью. Как вам видится такой вариант выхода из кризиса? Лукашенко срочно связывается с реальностью, освобождает всех политзаключенных, прекращает репрессии. А Евросоюз молча смотрит на то, как он и Путин, меняя Конституцию, приводят к власти другого человека. Такой возможно сценарий? Я думаю, что такой сценарий возможен, но он пишется в Москве, в Кремле. И Лукашенко не является свободным политиком выбирать варианты. Ему подкидываются варианты. Он же уже залез в эту переговорную дыру с Россией, вылезти оттуда очень трудно. И он торгует государством, судьбами людей и вообще будущим страны, как суверенной страны, как имеющей территорию и так далее. Так что я думаю, что если это будет в пользу Кремля, потому что не очень-то он важен Кремлю. Кремлю главное иметь влияние на Беларусь. Кто будет этим человеком, который будет переводить с русского на белорусский или смешанный язык, это уже другое дело. Но это надо рассматривать очень серьезно. И по-моему, все такие, я бы сказал, шаги со стороны Кремля управлять ситуацией, посылая так называемых журналистов, спутника и Russia Today, спецэкспертов по безопасности и так далее. Это показывает, что империя все-таки старается выдержать свой статус-кво. И, конечно, здесь Лукашенко как бы и является игроком, но он пассивный игрок. На его, по-моему, ему говорят уже, что надо в принципе сказать. И зная, как он развивал свою компанию, когда группа вагнерцев появилась в Беларуси, как он тогда говорил, что откуда исходят риски и так далее, давление. А теперь что он говорит? Видите, наверное, он как бы не имеет все страницы из того сценария, который он должен читать. По-моему, некоторые страницы уже или пропали, или он не знает, как раскладывать эти страницы одну за другой. Он запутался уже. А настоящий сценарий лежит в Кремле. Я сожалею этому, очень сожалею. Но мы об этом тоже говорим, что Россия должна тоже нести ответственность за нараствование напряжения. И она должна быть и понимать, что это такая игра, которая приведет к последствиям. Но приезжение не слабо, потому что Путин не так давно угрожал вводом войск в Беларусь. Вот, кстати, возвращая к позиции Евросоюза, если такое произойдет, неужели Евросоюз будет и НАТО будет молча наблюдать за этим? Есть много возможностей воздействовать на ситуацию. И я бы сказал бы, в экономическом плане мы в более выигрышном позиции. Экономики и Беларуси, и России являются не в самом хорошем положении. Конечно, есть и международные организации, которые, кстати, не всегда действительны, потому что из-за влияния определенных стран, конкретно и России, и ее сторонники. Они иногда голосуют по сценарию Кремля. Но я все-таки надеюсь, что к этому сценарию мы не подойдем. Все-таки ум должен преобладать, понимая, что настроение людей в Беларуси изменилось. Их опять согнать в колхоз невозможно. И управлять этими людьми уже нельзя так, как это делалось с десятилетиями. Поэтому, либо кто, который рассматривает такие сценарии, все-таки должен понимать, какие последствия это может иметь. Немножко раскроете свои планы, ваших коллег, что собираетесь в ближайшее время предпринимать по белорусскому вопросу? Многое что, Александр. Скажем так, на другой неделе у нас будет сессия в Брюсселе. Пленарная сессия. Мы будем иметь дискуссию о ситуации в Беларуси. Я думаю, что многое будет сказано. Мы ожидаем, что и Светлана Тихановская скажет свое слово, будет иметь возможность выступить перед нами. Это очень важно. Она, кстати, из колхоза сделала очень хорошее заявление в комитете по иностранным делам уже три недели тому назад. Также, я думаю, что мы будем иметь и резолюцию по этому вопросу. Тоже необходимо. А между тем, я должен сказать, что мы готовимся, все политические группы между собой рассматривают кандидатов по Сахаровской премии. И должен сказать, что Беларусь является одним из тех кандидатов, который может в этом году получить эту очень значимую премию. Но мне сказали перед интервью, что это может быть коллективная премия. Да, я думаю, что это было бы правильно. Потому что вся демократическая позиция, которая, я бы сказал, и бывшая, и нынешняя, новые активисты, новые игроки, они все должны получить признание. Потому что это же результат действия ни одного человека и ни одного года. Поэтому вот это еще. Ну и, конечно, в октябре я очень надеюсь, что я смогу уже представить свой доклад о Белоруссии. И посмотрим тогда, какие будут политические изменения на высших кругах в Евросоюзе. И последний вопрос, Петрас, если нам все же удастся поднять на наш национальный флажшток нашу погоню, не обидится ли Литва? Все-таки погоня так похожа на ваш герб. У нас общее историческое прошлое. И, знаете, я не вижу никаких причин для споров, имеет ли право демократическая Белоруссия иметь тоже герб погонь. Они могут отличаться, там, знаешь, хвост поднят или опущен, садник сидит так или так, как говорится. Это все детали. Я думаю, что наше общее историческое будущее нам не помешает иметь общее будущее, прошлое общему будущему, которое очень большое. И там место найдется для всех. И для белорусской погони, и для литовского Витис, и так далее. Конечно, историки должны поспорить и разъяснить, потому что это надо ставить не политикам, а историкам. Эта дискуссия, по-моему, развивается. Будем иметь время для этого. Но это все-таки должно нас объединять, а не разъединять. И я очень надеюсь, что эти символы все-таки станут как бы хорошим напоминанием то, что было и в 17-м, и в 18-м, и в 19-х веках. Вот мы имели первый форум Калиновского. Я очень надеюсь, что он станет историческим. Это же такая личность. Разве есть какая-нибудь разница, где он боролся? Он боролся за свободу, которая не имеет границ. А в нашем регионе свободы никогда не было чересчур много. Нам ее надо еще восстановить, поставить на хорошие, солидные основы. И тогда мы увидим, что вот этот витязь или погоня нас объединяет, а не разъединяет. Вы сказали про свободу без границ. А я предлагаю в честь дружбы без границ пожать все-таки руки. Мы уже отвыкли. Полностью. Все, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok